Лицо моего убийцы Лучше смотреть в наушниках Как только я набрал эти слова, я понял, что не должен был этого делать. В конце концов, в изображениях, которые создает искусственный интеллект, уже есть что-то жуткое. Эти причудливо детализированные пейзажи, в которых всегда чувствуется что-то пустынное и апокалиптическое. Эти жуткие изображения, которые кажутся фотографиями реальных людей, но таковыми не являются. Тревожные мелкие детали, которые заставляют задуматься, неужели это то, что компьютер думает о нас? Часы на моем экране показывали 00.01. Изображение, созданное моими словами, еще обрабатывалось, но я уже заметил в нем что-то странное. Обычно ИИ выдавал четыре изображения, каждое из которых немного отличалось от других. Но все четыре лица на моем экране были одинаковыми. Более того, когда изображения стали более четкими, я не увидел ни одного из признаков работы искусственного интеллекта. Ни скрюченных пальцев, ни несовпадающих глаз, ни странных световых бликов. Только фотореалистичное лицо одного и того же человека, повторяющееся четыре раза. На вид ему было около 30 лет. Каштановые волосы прилипли к белому лбу. Его рот был искривлен в усмешке, словно он собирался рассмеяться над неприятной шуткой. На всех изображениях он был одет в одну и ту же испачканную белую футболку и куртку-бомбер. Опирался на один и тот же стол из керамики, на одной и той же грязной кухне. И держал в руках одну и ту же идеально отрисованную банку светлого пива. Его ореховые глаза-бусинки, казалось, смотрели прямо на меня. Я почувствовал внезапный порыв удалить изображение, заблокировать ИИ и выбросить ноутбук в окно. Было почти половина первого. Как долго я смотрел на это зловещее, жутко реалистичное лицо. В качестве теста я попробовал создать еще одно изображение. Моя будущая возлюбленная. Тенистые, непропорциональные фигуры и типовые лица, которые выдал ИИ, были примерно такими, как я и ожидал, но никак не похожими на четыре одинаковых изображения выше. Ни одна другая комбинация слов не дала подобного результата. Это случайность, сказал я себе. Ошибка в программе искусственного интеллекта. Так и должно быть, потому что в противном случае... Я шел один по бетонному полу автостоянки. Мои шаги гулко отдавались в темноте. Я спустился уже на два уровня и все еще не мог найти место, где припарковался. Я увидел свет аварийного выхода и вдруг захотел воспользоваться им. Что-то в бесконечных рядах бесшумных машин мне совсем не нравилось. Что-то зловещее и хищное в их гладких металлических формах. Я обогнул бетонную колонну, и тут появился он. Куртка-бомбер. Сальные каштановые волосы. Жестокая ухмылка. Я не успел даже вздохнуть, как в его руке мелькнул охотничий нож, снова и снова погружаясь в мою грудь. Я очнулся в луже пота. Пошатываясь, я добрался до ванной и залил в горло холодную воду. Как один образ мог так сильно повлиять на меня? В спешке я открыл ноутбук, чтобы взглянуть еще раз. Жутко подробное изображение исчезло. Сменившись сообщением об ошибке. Как я не старался, восстановить его не удавалось. Я наклонился над светящимся голубым экраном и набрал текст. Что сейчас делает мой убийца? В результате получилось всего четыре размытых и синя-черных квадрата. Поначалу я был разочарован, но когда наклонился поближе, в непроглядной тьме стали проступать очертания. Матрас на полу трейлера. На нем спящая фигура. Фигура, которую я узнал. Это изображение продержалось дольше, чем первое. Но вскоре оно тоже расплылось и сменилось сообщением об ошибке. Когда я связался со службой поддержки, они были в таком же замешательстве, как и я. У них не было никаких записей о том, что описанные мной промты или изображения когда-либо создавались. Я с нетерпением ждал утра, чтобы повторить попытку. «Мой убийца – вид сверху», напечатал я. На всех четырех изображениях был изображен шатен, жарящий яичницу на крошечной кухне. Он раздраженно смотрел на меня снизу вверх. Я захлопнул экран ноутбука. Я опаздывал на работу. В течение всего дня я не переставал думать о коричнево-волосом мужчине. Моем убийце. От этой мысли по позвоночнику пробегала дрожь. При любой возможности я ускользал, чтобы послать новые запросы искусственному интеллекту. Дом моего убийцы. Как он выглядит с улицы. Водительские права моего убийцы. Текущее местоположение моего убийцы. Но каждый раз я возвращался еще более разочарованным, чем в прошлый. Я получал лишь искаженные, шаблонные изображения. Мужчины с каштановыми волосами больше не было. Была какая-то хитрость, какая-то схема, которой нужно было следовать, но мне потребовались часы и сотни изображений, чтобы понять ее. Я не мог найти мужчину с каштановыми волосами, пока не обратился к ИИ с конкретным запросом. Поиск информации о нем ни к чему не привел. Тем не менее, за день мне удалось узнать несколько подробностей о Ронне. По крайней мере, именно имя Ронне значилось на его комбинезоне, когда я запросил изображение всего тела моего убийцы сейчас. Промпт «Мой убийца на расстоянии» также дал мне некоторое представление о его машине и доме. Изображения никогда не были достаточно подробными, чтобы определить номер машины или адрес, но я увидел станцию техобслуживания на оживленной дороге, коричневый салон автомобиля, заваленный обертками от фастфуда, и трейлер с настилом из красного дерева. На каждом снимке Ронни сердито смотрел на точку, с которой было сгенерировано изображение. «Попался», — казалось, говорили его недружелюбные глаза. «Я знаю, что ты смотришь». Хотел бы я сказать, что страх за собственную жизнь был единственной причиной, по которой я продолжал шпионить за Ронни. Правда заключалась в том, что возможность в любой момент заглянуть в жизнь Ронни давала мне такой доступ к внутреннему миру другого человека, какого я никогда раньше не испытывал. Я не пользовался популярностью на работе и даже в школе не был тем другом, которому люди изливали душу. Но между нами с Ронни не было секретов. Я знал, что Ронни просматривает в своем телефоне, сидя утром на унитазе. Я знал любимую позу его девушки Кэти и предпочитаемую марку лака для ногтей. Я знал об их ссорах из-за невозможности зачать ребенка, о том, как Ронни сидел и по несколько минут смотрел на холодильник после звонка своим стареющим родителям, о том, как он сокращал издержки на работе в надежде получить прибавку. Все эти неприятные, постыдные мелочи, которые люди скрывают друг от друга, были обнажены благодаря нашей связи, и я не мог найти в себе силы отвести взгляд. Даже когда мой шпионаж стал иметь последствия для Ронни. Не думаю, что Ронни точно знал, что происходит, но было ясно, что это на него влияет. Он стал проводить все больше и больше времени в одиночестве, в темноте. Он выглядел изможденным и измученным, как будто мои ночные наблюдения каким-то образом нарушили его режим сна. Он стал выглядеть как убийца. Мне и самому было не очень хорошо. Если я не проверял Ронни по нескольку раз в час, меня прошибал холодный пот, и я был уверен, что упустил важный момент. Когда изображение обрабатывалось, я прикусывал губу, уверенный, что когда размытый фон рассеется, я увижу Ронни, идущего по моей подъездной дорожке или к моему рабочему месту со сверкающим охотничьим ножом в руке, готового к встрече с судьбой. Вскоре я был готов попробовать все, что угодно, лишь бы хоть ненадолго избавиться от чувства вины и страха. Так я оказался на пассажирском сиденье разбитой машины подруги двоюродного брата одного из моих товарищей по работе, втягивая линию ку**а с разбитого зеркала. Мигающие красно-синие огни появились позади нас после того, как я протянул ей 20-долларовую купюру, но до того, как она закончила расстегивать мои джинсы. Сидя на заднем сиденье патрульной машины, я должен был размышлять о том, какой ужасный поворот приняла моя жизнь, или паниковать о том, что будет, если я не явлюсь на работу утром. Но все, о чем я мог думать, это о моем убийце. Что бы ни затевал Ронни, я это пропустил. Весь процесс оформления прошел как во сне, но когда меня вели в камеру, резкий смех двух офицеров вернул меня к реальности. «Ты уверена, что можно оставить этого психа с остальными?» спросил полицейский помоложе. Когда мы его взяли, он кричал, что за ним следят невидимые люди. «Слушай», — его старшая коллега положила руки на пояс. «Если мы дадим всем сумасшедшим по отдельной камере, то ни для кого больше не останется места. И посмотри». Она улыбнулась мне волчьей улыбкой. «У него уже есть сосед по камере». Я уже знал, кто будет ждать меня, когда я заверну за угол. Ронни выглядел хуже, чем когда-либо. Его кожа была бледной, а лицо не бритым. Он сидел на холодном бетонном полу, обхватив себя руками. Его дикие глаза метались по углу потолка. В поисках своего невидимого наблюдателя. Когда Ронни увидел меня, у него отвисла челюсть. «Ты!» — прорычал он. Я невольно отступил назад и почувствовал, как в спину мне уперся твердый пластик дубинки. «Залезай!» — гаркнула старшая полицейская. Когда я инстинктивно схватился за решетку, она надавила сильнее. «Прекрати сопротивляться!» «Подождите!» Я практически хныкал. «Есть ли другая камера, куда я могу пойти? Разве я не могу попасть в другую камеру? Офицер, я...» «Прекрати сопротивление!» Боль пронзила мое плечо, когда офицер обрушила свою дубинку на мою руку. Моя рука обмякла на прутьях, и я почувствовал, как меня заталкивают в камеру. Тень Ронни упала на меня, когда он встал. Дверь камеры захлопнулась со мной. «Подождите!» Я схватился за решетку и закричал, когда старший офицер зашагала по коридору, весело насвистывая и нарочито игнорируя мои панические крики. Костлявые пальцы Ронни схватили меня сзади, за плечи, и развернули к себе. Наши лица оказались в нескольких сантиметрах друг от друга. «Почему ты преследуешь меня?» Ронни снова и снова бил меня о прутье решетки. «Кто ты такой?» «Что тебе нужно?» «Я... я...» Предплечье Ронни сдавило мне горло, и я не мог ответить ему. Мне даже не хватало воздуха, чтобы дышать. Перед глазами мелькали черные пятна. «Господи!» Услышал я голос, доносившийся оказалось очень издалека. «Он его убивает!» Внезапно руки развели нас в стороны, потащив меня назад по холодному скользкому полу. Вопли и тупые удары подсказали мне, что Ронни избивают до потери сознания. «Оставь меня в покое!» Это было последнее, что я услышал от него, прежде чем меня увели. После того, как меня выпустили под залог, я изо всех сил старался выполнить просьбу Ронни. В конце концов, я был хотя бы частично ответственен за его заключение в тюрьму. На его месте, как я понял, я бы тоже хотел убить себя. Черное зеркало экрана моего ноутбука словно манило меня. «Просто взгляни», — говорило оно. «Какой в этом вред? Он, наверное, даже не заметит». С чувством вины я открыл страницу ИИ и набрал промт. «Мой убийца. Вид из скрытого места». Когда изображение обработалось, я понял, что вижу комнату через решетку потолочной вентиляции. Комната с мягкой обивкой. На полу были написаны слова, чем-то коричнево-красным, но что именно, кровь или экскременты, я не мог определить. Надпись гласила. «Теперь и я вижу тебя». Ронни уставился прямо в вентиляцию, оскалив зубы в безумной ухмылке. «Раз в день», — сказал я себе, просто, чтобы убедиться, что он все еще под замком. И раз в день я видел, как Ронни медленно меняется. Он перестал смотреть в потолок, перестал писать послания на полу. У него начали отрастать волосы. Он отжимался, читал книги из библиотеки учреждения, разговаривал с врачами. Неужели он больше не замечал моего шпионажа? Или он просто скрывал свой гнев до тех пор, пока его не освободят? У меня было плохое предчувствие, будто я знаю ответ. Несколько минут назад я ввел фразу «Мой убийца – вид из укромного места». Но я не увидел мягкой камеры в каком-то учреждении. Это был вид на мой собственный район, где по пустынному тротуару все ближе подходила крошечная фигурка. Ронни, должно быть, освободился рано утром, и, зная о моем аресте, он наверняка без труда нашел мой адрес. Понимания всегда приходят слишком поздно. Я сам создал всю эту ситуацию. Другого исхода и быть не могло. Я долго сидел здесь, в темноте, пытаясь придумать выход из сложившейся ситуации, но это не имеет значения. Моя судьба была решена в тот момент, когда я попросил ИИ создать изображение лица моего убийцы. Даже если бы я попытался выйти из дома, достать оружие или позвать на помощь, я знаю, что все закончится тем же. Под острием ножа Ронни. Я запер двери и окна, но это не поможет. Я уже вижу дверь во внутренний дворик. На экране. Он здесь. Уданный орес... Уданный орес... Владенциал. Уданный орес. Продолжение следует...